Штрих за штрихом стена типовой Сталинки оживает и становится одним из самых больших граффити полотен республики, где нашлось место и трехметровые пушки, и портрету императрицы высотой в 4 человеческих роста, и ордену Великой Победы, важнейшим вехом истории Казанского Порохового. Вообще изначально в эскизе было очень много элементов, от которых, к сожалению, пришлось отказаться. История завода на самом деле очень такая обширная. В эскиз вошли только самые такие ключевые моменты. Сначала картина появилась на бумаге, и несколько дней этот эскиз художник переносил на стену, соблюдая точные пропорции. А после серые силуэты окрасились всеми цветами радуги. За основу берется акрил, и чаще всего краска для граффити отличается только по цвету, но иногда и по расходу. Например, в такую погоду, как сегодня, краска не сохнет сразу, и не видно, придется ли картину докрашивать. Довести дело до финиша удалось за неделю. Сказался опыт за плечами художника Мона Лизы Набаумана и девочка с лейкой на здании бывшего предприятия «Тасма». Красиво, а что, приятно смотреть. Мы как смотрели вот это вот, ну, неприглядное здание. А потом, когда нарисовали, сейчас вот подходишь к окну, особенно когда солнце, девочка вот эта, вообще чудо. Немногие художники похвастаются таким послужным списком. Кроме Татарстана, казанец в капюшоне оставил картины в Москве, Петербурге, Мурманске, Смоленске, где и площадей поменьше, и конкуренции из-за числа граффити мастеров больше. По сравнению с другими городами-миллионниками, я уж не говорю про Москву и Петербург, Казань находится, мне кажется, на начальной стадии развития в плане граффити. Но, тем не менее, вот последние годы, последнее время тенденция очень позитивная. Появляется много подобных фасадов, которые, как я сейчас рисую, и вообще граффити-культура идет на подъем. Единомышленники и свободные площади. Вот чего часто не хватает, сетует художник. Если еще вчера граффити писал каждый третий, но часто картины напоминали подделки, то оживлять стены сегодня под силу далеко не каждому. Слишком высокие требования к качеству. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова